Лариса Гузеева Алексей, 40 лет. Отказывался верить в то, что жена ему не верна до тех пор, пока улики не стали очевидны до неприличия. Алексей до недавнего времени работал на закрытом производстве в городе Саров. Сейчас директор развивающегося производства в Москве. Гордится своей дочерью, предупреждает, что не умеет прощать. Алексей не видит себя в паре с юной особой и не хочет становиться молодым отцом в почтенном возрасте. Женится на ровеснице славянской внешности с хорошей фигурой и активной жизненной позицией. Здравствуйте, Алексей. Что вы такой грустно-печальный? Ну, пока, может быть, в роль не вошел. И не надо входить, будьте сами собой. Хорошо. Да, спасибо за цветы. Да, это... Они немножко... Такие прекрасные. Далантные. Да, брутальные очень даже. Возраст ничего подходящего. Да, очень приятный молодой человек. А цветы какие подарил. А цветы какие красивые. И каждому свое. Значит, со вкусом. Алексей, какие же улики вы сочли недостаточно убедительными? Сначала, как бы, я, когда начал, ну, как бы, подозревать, сначала какие-то такие вещи, допустим, как-то мне стало рассказывать о том, что ее компаньон, ну, как-то дал ей машине покататься, потом он там еще какие-то вещи сделал. То есть она все время о нем рассказывала? Очень симпатичный. Мне нравится. Темненький. Как ты любишь? Прямо, только прям мужчина. Вот я вам открываю одну тайну. Значит, если муж или жена вдруг начинают делиться со своим партнером, ну, о каком-то, соответственно, мужчине или женщине, все время рассказывать о нем, может быть, даже и не самые лицеприятные вещи, это значит, что им хочется об этом объекте говорить. Понимаете? А не с кем. Поэтому приходит, говорит, ну, такая вот, пришла сегодня опять юбка короткая, губы красные, я ей сто раз говорил, Ленка, прекрати, так ты же на работу приходишь. Понимаете, это первый-первый вот такой вот звоночек. Ей просто хотелось о нем говорить, а то, что она о нем думала. Симпатичный мужчина, очень такой видный. Мне его пиджак нравится. Ведь у вас уже ребенок родился к тому времени. Да, ребенку сейчас 11 лет, развелся я год назад, ну, соответственно, 10 лет. А вы были знакомы с ним? Нет, нет, нет. Я его видел один раз, когда там какие-то вещи забирали из его машины. То есть она его попросила что-то там привезти, все, больше я не видел. Это вот тогда, когда вы телефончик у него в машине обнаружили? Телефончик нет, телефончик я обнаружил как-то дома. Сумка была открыта, я увидел ее, ну, не ее телефон, увидел какой-то чужой телефон. То есть, ну, я, конечно, не собирался. Ну, ладно, ну, хорошо, не собирались, собирались, рука сама потянулась, естественно. Да, 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 посмотрел. Там был один-единственный телефон? Там был ее телефон и информация о контакте, то есть о владельце. То есть владелец как бы был он, а тот контакт, который был, он назывался «Мое солнце», и фотография бывшей жены. То есть, естественно, ну, конечно, тоже как бы звоночек, но, опять же, может быть, у них там такие, он ее старше, на, я не знаю, по-моему, лет на 13, что ли. Может быть, там она такой хороший работник, что она такого называет. То есть солнышко, то есть звоночков было недостаточно, колокола должны были забить, да? Ну, не колокола, конечно, никто никого не ловил. Иногда просто эти звоночки не хочется замечать, закрываешь. Нет, 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 это не так. Ну, хорошо, если вам эти звоночки, этих намеков было недостаточно, что тогда заставило вас усомниться в верности жены? Так получилось, что я не могу съездить за границу, а ограничивать человека, чтобы там съездили точно так же, мир посмотрели, ну, это, я считаю, неправильно. Поэтому получалось так, что мы ездили с дочкой на Азовское море, там, с ее братом, то есть отлично время проводили, то есть мы ездили... То есть у нее была полная гарантия, что с вами ничего не произойдет, вы не загуляете, и ребенок, и брат, а она поехала? Она поехала как бы отдыхать, но потом стала присылать не мне, а дочке, ну, поскольку они вместе с дочкой уже отдыхали там в других странах. Стала присылать фотографии, и причем фотографии, такое впечатление было, что, ну, дочь мне показала, как будто что-то хочет скрыть. Отредактированное, понятно. Да, как будто что-то такое. И тут, естественно, у меня как бы закралось некое сомнение, и потом город маленький, то есть можно как бы найти людей. Я узнаю телефон жены, теперь уже бывшей жены, насколько я знаю, вот этого компаньона. Ну, и получается так, что, ну... Он тоже уехал в командировку туда же. В ту же самую командировку. Тяжело ему было, наверное, это все принять. Прямо чувствуется, что тяжело, у него даже в глазах грусть. То есть, ну... Вы ее дождались или стали выяснять отношения по телефону? Не-не-не, я вообще не сторонник каких-либо выяснений отношений. То есть вы решили переждать ее постельный режим с другим дядей, да? Я на следующий день поехал, подал заявление на развод. И когда она приехала, я вернулся с работы, ей показал заявление на суд. Она стала, пыталась вам что-то объяснить? Нет. Надо было обсудить это с женой. И легче всего принести бумажку о разводе, ничего не сказав, ни слова, ни полслова. Вы посмотрите, сколько вы в первых отношениях совершили ошибок. И с этим телефоном, и с этим ее подельником. Нужно было все выяснять сразу же, если вам это интересно. А вы в себе таили и копили. И вот когда вы накопили уже достаточно компроматов, вы даже в этом случае ей не объявили. Типа, хочу с тобой разойтись. Вы раз ей, и вот это вот заявление. Все, я ей сказал. А что? Нет, не что, нужно разговаривать. Сказать ультиматум? Я пытался. Нет, послушайте, это я вам про следующие отношения. Если вам что-то не нравится, если вы хотите на обед жареную картошку, без лука, вы должны это сказать. А не сидеть потом, дуть, понимаешь, что она не считала, что вы с детства, оказывается, это терпеть не можете. А это в 20 лет можно еще ссорить, в страстях, понимаете, опрокинуть друг на друга эту жареную картошку, а потом переспать этот конфликт и забыть о нем навсегда. В 40 лет это может также накапливаться, и уже в этом возрасте расставание будет более болезненным. Научитесь разговаривать. Он немного закрыт, правда? Нет, но он, видишь, снаружи весь вроде спокойно, а внутри у него непонятно что. Опять же, в голову же не залезешь. А вы помните тот момент, когда вы для своей жены перестали быть единственным, неповторимым? Не на ровном же месте у нее появился любовник. Все потихоньку уходили. То есть и страсть, конечно, уходила, и эмоции уходили, и отношения близкие уходили. Как бы на второй план все меньше и меньше. Вы ей изменяли? Да. Она знала об этом? Ну, надеюсь, что нет. У вас были отношения очень долгое время, да? У вас была любовница лет 7? Ну, так вышло, да. Ну, интересно, что в любовницу тогда притянуло. И какая она? Да, и для чего он, в любом случае? Так? Испытать свои чувства? Для чего? Все для того. После рождения дочки, ну, отношения, да, становились все меньше, меньше, меньше. И каждый раз, ну, в роли какого-то там просителя тоже как-то не совсем, наверное, правильно. Она не давала, и секса не было. Ну, что, по-нашему-то, по-житейски-то. Давала, то есть, но... Давайте в другое русло. Хорошо, Рост, не надо тебе, ты сваха, на тебя смотришь, ну что, давала, не давала. Не надо. Это когда в шутке одна история. У вас уже как-то близость куда-то на десятый год? Интерес как-то как таковой пропал, и все, ну, на силу, я не знаю, на мой взгляд, неправильный характер. И у вас в это время появилась любовница? Да. На самом деле, после рождения ребенка, скорее всего, она ушла в заботу только о ребенке. Это же какое ювелирное дело в течение семи лет иметь любовницу на стороне, чтобы жена не замечала, либо делала вид, что она не замечала? Может быть, делала вид, не знаю. А тогда, вот смотрите, вы ей изменяли, отношений не было, все было не так, как вы мечтали. Ну, она себе кого-то завела. Может быть, стоило раньше развязать этот узел? Вы бы зажили себе спокойно с другой женщиной, она бы нашла свою любовь. Сделать такой, на самом деле, решительный шаг, взять и семью разрушить, это самое простое. Я все равно как бы надеялся, что вот мы тут наладим отношения. Если бы я не знала вашу историю, глядя в ваши глаза, вот такие печальные, я бы даже поверила, что вы жертва. Но вы ведь такой провокатор. Еще когда у вас с женой все было как бы хорошо, вам зачем нужно было мутить с ее подругой, поцелуйчики, обжимуть? С подругой это было уже где-то на последних стадиях, там, когда уже это было где-то за год, за полтора до развода. Ну, с подругой это тоже было, по большей части, ну, может быть, толкнуть жену к чему-то, к другому. К чему? Вы к кому-то другому ее толкнули, а не к чему-то? Его поступки и такое, какого я и сейчас его вижу, он как-то не совсем в одно целое связывается. Они вместе, они пара? Я не знаю. Правда? У вас же ребенок общий. Но они не живут вместе. Но отдыхать они ездили вместе. Ну, понятно. Алексей, а о чем-нибудь сожалеете, если вот прокрутить? Каких бы ошибок не совершили? Иногда, как это, жалею, что, может быть, где-то лишнюю демократичность дал в отношениях. То есть, я всегда пытался построить именно отношения такие, что мы равны. Да вам не было дела до нее, послушайте, потому что вы гуляли, у вас были свои семь лет, это значит была любовь. У вас была практически другая семья. Конечно, вам было не до жены. Нет, семьи не было. Ну, не семьи, ну хорошо. И то, что какие-то отношения были, это была некая всего лишь навсего отдушина, куда сходить. А ему что делать? Живой, здоровый мужчина. И что теперь? А то, что провокации, все мужчины устраивают эти провокации, в конце концов. Они, знаешь, как считают, жена любит, если она борется за него. Вот он и эту любовь, вот эти вот поцелучки с подругой. Я думаю, ему сейчас вообще будет тяжело просто. Начать новой? Начать верить женщине, да. То есть это нужно настолько расположить к себе человека, да, чтобы вот ему захотелось просто вот-вот доверять. Скажите, мне жалко вот этого времени, когда вы впустую, вот так вот по-дурацки, имея ребенка, имея семью, она что-то там выделывала недостойное, непристойное. Вы... Вот мне кажется, в следующих отношениях вы уже, конечно, будете взвешенно относиться, да? Хотелось бы, чтобы никогда вообще даже мысли не было попробовать допускать что-то подобное, да, то есть либо сразу рубить на корню, но здесь, естественно, если бы не было ребенка, да, ну, как вариант, и начались бы вот эти вот отношения, которые меня не совсем устраивали, то есть, ну, в интимной, да, области, к примеру, то я бы раньше бы все закончил. Но поскольку ребенок все-таки это, ну, из-за ребенка мы пошли целенаправленно. Вы знаете, вы допустили грязь в отношениях, поэтому даже если бы она вам не изменяла, даже если бы у нее никакого солнышка не появилось, вы бы все равно не были вместе, потому что это шло от вас. Вы человек, судя по всему, совестливый, переживающий, ранимый, вы знаете, как грешили и мучились, и жену мучили, да? Может быть, да. Переживали, и это не могло не отразиться на отношениях. Но он все равно ей дал право выбора. Ну, да, как бы. Она могла все-таки подумать и решиться. У вас съемная квартира, правильно я поняла? Но у вас хорошая перспектива карьеры. Надеюсь. Вы в Москве живете? Ну, а так ради еще приехали-то. Ну, в Матищах. Хорошо, в 40 лет вот вы будете начинать сейчас с нуля. А когда надо начинать? Ну, в 20. А его не начинает он. Ну, сейчас сложилось, допустим. Позвали, правильно? Да. А вас пригласили его? Ну, только послушайте, нет, если вас как ценного сотрудника пригласили, это же совсем другая история. Через 10 лет у него все будет. И квартира будет, и машина. Нет, 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 конечно, я бы на такую авантеру точно не подписался бы взять, все бросить и сказать, что нет, все, я уезжаю, пусть трава не расти. Нет, конечно. Я вот пока только думаю в Москву переезжать. У меня много предложений, но я вот не такая смелая. А он взял, снял квартиру и взял и переехал, и бизнесом занимается. Вот вы как раз в том хорошем возрасте, все, ребеночек у вас уже есть, у вас еще и обязательства перед ребеночком будет, семейная жизнь за плечами есть. Вот приехали в Москву, как я понимаю, карьеру делайте правильно, допятитесь и все успеете. Поэтому не штамп паспорта, который все только усложнит, делите и ответственность, а сожительство. Ваши потребности мне понятны, а именно для этого люди сходят, чтобы удовлетворить друг другу потребности. Вам нужна карьера, поэтому женщина вам нужна лучше всего москвичка, которая здесь живет, обеспеченная, желательно бы с хорошими связями. Она вам связи, возможности не будет грузить, вы ей мужское внимание, хотите на ее территорию, хотите не на ее территорию и так далее. С ним, мне кажется, можно уверенно шагать. Вот с ним, да. Вот есть мужчины, на которых смотришь, прям вот как за каменной стеной. Вы знаете, есть актеры, актрисы, которые перед сценой себя накручивают. Они не могут выйти просто так и сыграть. Обязательно нужно, чтобы какой-то стресс был. Ссорятся с близкими, идут на конфликт с детьми, с продюсером, с режиссером, выходят и гениально играют. А другим нужно, чтобы сказали, что это самый прекрасный, самый лучший, самый замечательный. У каждого разная вот такая пристройка, потому что мы все абсолютно разные. Поэтому, мне кажется, рядом с вами должна быть женщина, которая не будет обращать внимания просто вот ни на что. Будет вас любить, будет любить секс, будет не то, чтобы под вас подстраиваться, а такая милая, прекрасная хохотушка, болтушка, у которой все вот так по верхам. Такая шампанская. Ну что это, она намекает. На тебя, Катюша, наверное, на тебя. Конечно, Алексей человек с двойным дном. Очень глубокие у вас эмоции. Вы их закапываете глубоко внутрь и никому, и никого не пускаете в свою душу. Трудно открыться. Вам нужен человек глубокий, философский, с которым хочется поговорить. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Алексей. Меня зовут Лина. Я надеюсь, что сегодняшний день – это не последний день нашего знакомства. Вы мне показались очень хорошим, загадочным человеком. Я бы хотела вас разгадать. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Лина. 34 года. Персональный фитнес-тренер. Владелица фирмы по продаже измерительного оборудования. Катается на сноуборде и роликах, читает книги по психологии, любит рисовать. Гордится своим вкладом в изучение гимнастики и физической культуры. Мечтает открыть свой фитнес-клуб, купить спортбайк и побывать на Кобе. Лина собиралась с возлюбленным в ЗАГС, но резко передумала и отправилась искать своё счастье на программу «Давай поженимся». Надеется, что Алексей её не разочарует. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, я так понимаю, вы пришли в ЗАГС, а там работает в холле телевизор и показывает нашу программу. И вы решили, да ну её замуж, лучше пойду вот к трём барышне. Мы пошли в ЗАГС с моим молодым человеком, подали заявление, а потом он меня заблокировал. В очередной раз внёс в чёрный список, не хочет со мной общаться. Она одна пришла, да? А я не знаю. Ну, он один, она одна, смотри, глянь, как. Слеза впала. Но он наш. А что вы чувствовали, когда вот вас, любимый человек, вдруг вносит в чёрный список? Один раз, второй, третий. Это же такое унизительное. Очень унизительное. А потом я поняла, что это сам по себе такой человек, и он неответственный, он считает, что... А зачем же он вам нужен был во второй, в третий раз? Любил. То есть вот в те пунктирные, да, моменты, когда он допускал вас к себе, он же был очень такой, да. А вы пробовали с ним, ну вот в отличие от Алексея, поговорить и спросить? Говорил постоянно. А он как вам отвечал? Он вообще, он не идёт на контакт, я считаю это нужным. Для меня это так, не хочешь, не соглашайся с этим. Вообще она хорошенькая, конкурент. Леночка, а если после программы он вас снова разблокирует, будете продолжать отношения? Да я думала об этом, честно говоря. Я так устала, честно говоря, и не хочу. Честно, честно-то честно. Я вот прям, ну никак уже всё. А сколько бы времени вот эти вот пять раз были? Ну за год, за два года? Было не пять раз, было больше. Ну, русская больше. Вот в декабре было бы три года, как мы с ним встречались. Скажите, а кроме этого странного парня у вас были ещё какие-то отношения? Да, были отношения. И девочка ведь уже. Странные. Ну там была вот похожая на Алексея ситуация, не очень хорошая там были измены. И тоже узнавали и прощали? Один раз. Первый раз я простила, второй раз уже нет. А потом пошли к тётке своей, которая занимается магией? Да, была я у тёти, мне сказала тётям, что на нём порча, наговор, всё на говоре. И поэтому находит налево? Нет, не только налево. Прямо испортили ему одно место, он пока его не очистит где-то, понимаете? Да блескую. Это круто. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Мало того, что он вам изменил, вы даже узнали с кем? Пил, работу потерял. Ну, я узнала просто, на самом деле, я ехала на своей машине домой, ехала мимо его бывшего дома и просто смотрю, что его машина стоит. Это, знаете, как женское сердце. Вот что меня понесло? Я никогда этой дорогой не ездила. Вот раз, и как-то странно, и дверь открыта, и я захожу и без проблем, и звоню в звонок, и открывает мне дверь его девушка бывшая, с которой он до меня встречался, и он сзади неё в трусах. Ну, о чём речь, всё понятно. Я молча разворачиваюсь, ухожу. Но вы позвонили, сказали, кто-то такая, я с ним уже три года. Да, я сказала, что я его девушка, там, а вы кто? То есть я сказала, хватит первого раза, когда я молча развернулась, ушла, а в этот раз я позвоню и узнаю, кто это такая. Ой, а та разлучница же вам его бывшая в лицо плюнула? Плюнула, да, я к ней пришла, она мне сказала, я ей пыталась объяснить, что мы в этом не виноваты, ну, я как бы не знаю, может быть, я всегда на женской стороне, что ли. А она сказала, что вот я разлучница, и теперь у них с разлучницей ребёнок. Фитнес-тренер Алексей это никак не смущает? Что это было? Тренера. Тренировать мужчин. Ну, физическое. Ну, может, она женщин тренирует. У вас три бонуса. Свидание наедине, семейная тайна или скелет в шкафу. Ну, скелет. Ну, давайте, значит, нравится. Хочется всё про вас узнать. Хотя какие там уже... Это что? Трусы. Какая прелесть. Подарок же не что. Что? Алексей, оставлю вас без трусов. Очень люблю носить дома мужское бельё. Здравствуй, сестра. Сюрприз. Да, я сделала для Алексея сюрприз. Я за инвентарём пройду тогда. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Хорошенькая, прихорошенькая. Спасибо. Ладненькая, приладненькая. И Алексей и так вслед-то проводил. Ну, так у них совместимость. Ого-го, какая физическая. Ну, вот я её и вижу. Нет. Нет? Нет. Ну, ладно, посмотрим. Алексей, так как я работаю в фитнес-индустрии, и хочу показать вам несколько упражнений, и хочу, чтобы вы их тоже повторили за мной. Мне же интересно. Я тоже такой буду. Мне интересно узнать возможности моего мужчины. Упражнение номер один. Не очень сложное. Классическое упражнение, многие его знают. Это плавка. Позвольте. Нет, всё-всё-всё достаточно. Мы попробуем таким образом постоять минуту, да? Унизила, можно сказать. Попробуем отжаться. Второй раз унизила. Ну, это чисто мужское упражнение. Ой, а ему-то что, зачем? Ну, какая ладненькая прямо, да? Алексей, я хочу, чтобы вы продемонстрировали. Я помогу. Хорошо. Учили уже вроде как не 28, не дай бог давления. Нам ещё живой нужен. Два раза. Всё, хорош, 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 хорош. Давай, съезжайте. Спасибо. Алексей, а чтобы вы были ещё сильнее. Что, ещё что-нибудь? Я вам дарю этот мяч. Молодец. Оба такие крепенькие. Алексей, возвращайтесь к нам. Дай попробовать пресс. Слушай, какая молодец. Какая молодец. Ну, 34 года, это такой возраст. Хороший. Очень хороший. И для рождения детей. И молодая. Да. И молодая. Вы тоже ладненький, тоже, наверное, со спортом на ты, да? Боксёр. О, видите, как хорошо. Смотритесь, я вам хочу сказать, великолепно. Да? И возраст близок, и без прошлого, без какого-то, без бурного. Вот я вас вижу рядом. А я не вижу, потому что возникнет конфликт интересов, то есть неудовлетворённые потребности. Вам нужно строить карьеру, поэтому быт женщины тогда благоустроить, не мешать, не грузить, помогать, удваивать. А её потребность, потребность мужчине, ей нужно срочно, мужчина, который даст возможность ей родить, и ей нужны деньги на содержание и так далее и тому подобное. А я считаю, несчестно жить за счёт женщины и пользоваться её связью. А причём нет, я не говорю, нет. А я считаю, что если Лина нравится, самое лучшее начинать с нуля вдвоём, вы ещё молодые, у вас всё получится. И тогда это будет ценно. У него обалденный запах, у него красивые глаза, он так на меня смотрел, мне это очень понравилось. Мне очень грустно, что практически все программы проходят под каким угодно лозунгом, только не лозунг, любовь. А я считаю, что любовь первична. Вот, на мой взгляд, понимаете, и нечестно за счёт кого-то, тем более, если мужчина. Понятно, что в Москве огромное количество одиноких женщин, которые могут вам за постель, за что-то там помочь. Вы сами-то как себя будете чувствовать в этой ситуации? Нет, нет, секундочку, Лариса. Да, дорогая. Я правильно тебя поняла, что ты сейчас думаешь, что я агитирую на Алексея, на Альфонс твоя? Вот смотри, давай так, мы же с тобой не ссоримся. Нет. Вот если появится такой прекрасный Алексей, без кола, без двора, у тебя иколы, дворы, связи, ты будешь заниматься в своём возрасте ради чего? Буду, буду, потому что мне нужен любовник. А я не верю, потому что я с тобой общаюсь, что я вижу. Тебе тоже нужен мужчина, который уже состоялся, взрослый, который будет тебя холить, лилить, не будешь ни кем-то... Лариса, ну ты же говоришь на каждой программе, что я лучше займусь внуками и своими детьми, чем я буду тратить силы на чужого мужчину. Но мне нужен любовник, который будет заниматься своей карьерой, не морочить мне голову, а проводить со мной приятное время, и почему бы мне ему не помочь? У меня связи, пожалуйста. И это не является не альфонсом, это просто удовлетворение потребностей. Всё. Тамара? Я хочу объяснить, почему молодой человек её блокировал постоянно. Весы очень эмоциональная женщина. Луна тоже в раке, как у вас. Она... эмоции все на поверхности, в отличие от вас. У неё очень здоровые эмоции. Она легко переключается, легко общается, может накричать, может сдержаться. Почему как бы партнёра её блокировал? Потому что она много говорит, и она иногда даже не замечает, что она становится немножко душной. Понимаете? Но если ей об этом сказать, она поймёт, она отойдёт в сторону. Всё про меня сказано, эмоции, я ими не управляю, даже не могу сказать, это мой плюс или минус. Проходите, знакомьтесь со вторым местом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Екатерина. Я надеюсь, мой жизненный опыт поможет раскрыть всю глубину вашей души. И у нас что-нибудь, возможно, получится. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Екатерина, 38 лет. Исполнительный директор в небольшой компании. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает родить ребёнка. Пока Екатерина планировала вторую беременность, бывший муж незапланированно ушёл к другой женщине. Надеется, что Алексей не способен на предательство. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, а ваш муж знал о планах родить второго ребёнка, или это была чисто ваша инициатива? Нет, мы совместно это планировали достаточно долго. Как вы похожи? Кто вы друг к другу? Мама. Мама. Одно лицо. Мама. Она, по-моему, очень сдержанный человек. В своей раковине примерно. Хотя улыбается. Нет, я не могу её прочитать абсолютно. И вы поехали поправлять своё здоровье на юг? Да, да, да. А мужа оставили? С подружкой, да. А почему так? Почему не вместе? Это потом выяснилось почему, но изначально была причина, что не смог отпроситься на работе, потому что уже у него было определённое продвижение. И как в анекдоте? Возвращается жена с отдыха. Да. И сюрприз. И сюрприз какой? Я ухожу. Я полюбила другую женщину. Девушка, мне кажется, сама виновата в том, что у неё такой мужчина. Может быть, она дала повод. Скажите, а до этого были звоночки? Изменял? Вы знаете, замечен не был. Ну, он работал таксистом, да? Нет, он персональным водителем долгое время, а потом потихонечку он очень умеет правильно раскрыться и найти нужные слова и быть в нужном месте. Это ему всегда в этом место. Послушайте, ну они все балаболы водители. Иногда хочется сказать, да не надо меня развлекать. У меня, представляете, поездки по 600 километров, и каждый водитель считает, что это продолжение программы «Давай поженимся». И вот за эти 4 часа мне рассказывают истории своей семьи, соседской, друзей. Это какой-то ужас. И когда я говорю, знаете, меня не надо развлекать. Он говорит, да нет, ничего страшного. И продолжают. И это происходит уже много лет. У них этот развит жанр «Поговорить» называется. Ей будет тяжело растормошить его. Ну вот у меня создается такое впечатление. Скажите, ну вы однажды от него уходили? Да, я ушла. Из-за чего? Это был очень такой большой звоночек. Мне очень не понравилось, как он... Ну, говорите, как есть, Господи Боже мой. Чего уж там. А че он-то? Ударил, что ли, че там? Был мамин юбилей. Просто мама вчера умерла его. Да. Его? Царство небесное. Царство небесное. Так был его матери юбилей? Да, был его матери юбилей, было 50 лет. И... Он напился? Да, он здорово выпил, он совершенно ни в чем не помогал. Он был... А для нее просто любой праздник, она к нему относится очень трепетно. Она через че? У вас были хорошие отношения? У нас очень-очень. Царство небесное. Хороший пример свекрови и невестки. И что он? И... Ну, тогда, я думаю, что он все понял, но позже, что он был... Где был он, не прав. И тогда он, и не помогая, все делала, она с подружками. Я, естественно, была, потому что мы жили тогда вместе. И... Ну, в общем, он вел себя не так, как, наверное, должен вести себя. Он напился, ушел гулять. Он и ушел гулять, и был в спортивном костюме, и совершенно... Вел себя, как будто это обычный день. Он не говорил постов, ничего такого не было. То есть он не поддержал вот эту важность и торжественность. Может быть, он накануне поссорился с мамой? Нет. Нет. Ну, напился. Ну, это стало решающе? Это был звоночек, потому что для меня отношение к маме, особенно в торжественный какой-то момент, важное для нее. Потому что для нее это было очень важно. А сколько вы прожили с ним на тот момент, когда это случилось? Ребенку было 4. Ну, и до этого 4-8. В общем, вы собрали вещи и ушли к родителям. Да, к папе. Он вас добивался, да, наверное, приезжал, молил о прощении? Ну, сначала не очень. Видимо, он сначала недопонимал. Я говорю, это правда все серьезно. Я не могу так. Как так? Значит, ты спроецируешь то же самое ко мне. Мне ее жалко, на самом деле. Скажите, пожалуйста, Ольга, мамочка, а вы поддержали Екатерину или сказали, выбей эту дурь из головы, у вас ребенок, что это за глупости? Иди и живи. Не знаю, наверное, я чувствовала все-таки, он погуливает. Потому что она ему чересчур много давала свободы. Он ездил на охоту, на длительную, ну, 3-4 дня. На рыбалку. С трофеями хоть приезжал, нет? На рыбалку. Ну, привозил что-то. Нет, без трофея. Ну, тогда понятно. Ну, хоть не привозил трофеи, после которых надо в больницу обращаться. Почему-то она совершенно не смотрит на него. Потому что Лариса ей задает вопрос, она вроде как ей отвечает. Ты когда будешь говорить? А я буду подмигивать ему. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная тайна. Традиция. Традиция. А у нас традиция непростая. Не очень сложная. Но все-таки. Но все-таки мы привыкли, чтобы мужчина приходил к нам настоящий, и мы его испытываем. Так что прошу на сцену. Готов. Вот че сейчас. А я тоже как группа поддержки, Жениха. Сейчас они там чего-то подопридумают. Так, чего там нужно? У нас первое испытание какое? Завязать бантик девочке. Сначала выбрать бантик, который подойдет больше всего этой девочке. Секундочку. А это зачем? На всякий случай. А тем более у него девочка есть. Ну, он должен уметь. Брать и свою чудную форму, в которой ты сейчас находишься. Можем. Отлично. Можем. Молодец. Умеет. Вот какая кукла. Да. Красавица. А теперь второе испытание. Вот гвоздики. Вот молоточек. Вбить. Я скажу, что очень хорошо получается. А что у вас? Так много прибивать надо? Молодец. Иногда надо. Достаточно. А ремонт еще есть. Значит, и на даче еще ремонт будет. Пойдем. Сказали, отжаться отжался. Да. Сказали испытание. Он только руки потер и побежал. Показывайте сюрприз. Я помню, прошлым летом ты мимо проходил. Зачем теперь заметил, со мной заговорил. А нынче до рассвета хмелеешь без вина. Я на все, на это сказать тебе должна. Я деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу. А полюблю того так навсегда. Ой, доля, доля, ой, доля, доля. Моя такая доля полюблю навсегда. Спасибо, дорогая. Какая у вас чудесная дочка. А у вас моложавая, прекрасная мама. Хорошие гены. Вот посмотрите, как будет ваша дочка. Смотрите на маму, да? Да. Это моя сестра. Просто сестра. Проходите с собой. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Я думаю, конечно, это счастье попасть вот в такую семью. Потому что это не бабий коллектив, а женский. Вот в самом высоком моего понимании. И все с таким юморком. Понравилось? Я даже вашу свадьбу представляю. Он мне очень понравился, конечно. Причем, действительно, он как-то так все берется за... Ты обратила внимание, да? И за молоток, и бант прям сразу, прям бант. Очень мне понравилась, Катерина. Подходит ли друг другане? Подходит. У них есть совместимость, действительно, как в предыдущем варианте. Но немного покасательной. Какого плана? Вот проявление ее отношения, Венера в Скорпионе с Ураном, она человек очень свободный. То есть, если вдруг какие-то отчаянные проблемы, которые она переживет, воскреснет снова, она человек способный эмоционально и любить очень сильно, понимаете? И очень сильно переживать, и прощать очень много. Посмотри, как слезы вспомнила о свекрови, а умер же в секунду в одну. И она вообще очень сильна. У нас, Катерина, это просто чудо, да. Кусочек золота, она вообще молодец. Знакомьтесь с третьей вести. Алексей, добрый день. Меня зовут Катя. Я очень рада с вами познакомиться. Я именно то, что вам нужно, потому что я очень веселая, активная. И прям хочется подойти, вас обнять и сказать, что все будет хорошо. Проходите. Я снимаю, пока есть возможность. Екатерина, 33 года. Помощник президента Фонда поддержки культуры, медицины и спорта Российской Федерации. Мечтает открыть магазин женской одежды. Предупреждает, что у нее аллергия на миндаль. Екатерине пришлось потратить два года на то, чтобы избавиться от мужа-тирана и сохранить за собой право воспитывать собственного ребенка. Надеется, что счастье с Алексеем она обретет гораздо быстрее. Здравствуйте, блондинки. Здравствуйте. А чего не обняли-то? Потому что это очень интимно, правда? Да, пока постеснялась. Правильно делайте. Нажелание было. Что это за поцелуи в первую секунду? Обнимаю, это же твое. Господи, это же сохранять нужно. Нет, а зачем говорить тогда? А что она сказала? Уша-то это нашла. Что она сказала? Вот как раз я, объять-то я услышала. А зачем она это хотела? Я и не услышала. Она говорила, объять не объятное. Миру мир. Весь мир объять. Давай-то на шоколадку. Может, зрение у меня получше станет. Я не могла не показать знаки внимания вам. Хорошенькая. Катюш, в чем заключалась тирания вашего мужа? Что было в нем не так? Человек понял просто, что я уже никуда не уйду, что ребенок есть. Он был импульсивен, он прям придирался. Ну, к чему конкретно? К чему? Придирался ко всему. Например, игрушки валяются в зале. Маленький ребенок, конечно... У меня валяются, он играл с ними. Конечно, мы играли, да. Он приезжает с работы, я не успела убрать. Он заходит, вот скандал из-за того, что игрушки валяются. Я говорю, да ну все нормально, сейчас уберу. Вот, что не могла, я это все вовремя просто сделать. Стульчики неровно стояли на кухне. То есть вот настолько... Еще, нет, я просто потом скажу. Не вовремя приехала. Попользуюсь своими знаниями. А куда не вовремя приехала? Вернулась домой не вовремя. А где была? У родителей с ребенком. У родителей была. Например, то есть такие придирки были? Да, что неровно, подушки, пылинка. Да, то есть чуть опоздала, от родителей приехала, уже скандал. А где они вовремя? Руки часто мыл? Да. Не буду скрывать, я люблю, чтобы отношения были везде идеальные. И в постель в том числе. Брезгливый? Не то, что даже брезгливый. Просто вот ему нужно, чтобы все было так, как он хочет. Во-первых, чтобы это все было просто идеально. А в семье в его что происходило? Ну, они были в разводе с отцом, но там был патриархат жесткий. То есть потом они разошлись с мамой, но в принципе... Но привычки к тому, чтобы все было на своих местах, все было чисто. Да, они именно из семьи. Да? Да, поэтому это все перешло в наш знак. Я была замужем, и мать моего первого мужа стелила. Помните, раньше были такие белые вафельные полотенца? Да. Вот у нее белоснежные вафельные полотенца лежала вместо коврика при входе. Ого! Чего? Да. Надо было перелететь? Да. Нет, надо было летать вообще, в принципе, по квартире. Это болезнь. Понимаете, у многих людей это болезнь. Понимаете? Поэтому это уже специалисты. Но он просто удивлял именно тем, что во время ухаживания он был абсолютно другим человеком. То есть он ее как... Конечно, он же держался. Вы представляете, это как маньяки. Они себя держат с последних сил. Они себя готовят потом к решающему удару. Это называется взрываем мозг по полной программе. Выносим просто все клетки. Он ей предложение сделал спустя месяц знакомства. Ну это ужас, если так муж ее дергал. И ко всему придирается. Это же какой-то ужас. Кто был по гороскопу? Я? Нет, он. Он телец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, я тоже обратила внимание. Ну не знаю, не знаю. Жаден был? Нет. Нет. Был щедр, но когда начали портиться отношения, и все было не так, как он хотел... У нас все забирал. Да. Он... Во-первых, он украшения, которые дарил, он потом забирал. Ну конечно. Машина была оформлена на нем, она потом досталась ему. То есть, ну вот скажите, а к ребенку испытывал нежность? Ребенка он любил и любит. Он хороший отец. Он хороший отец. Да. Он предпочитал, чтобы ребенок сидел на стуле, попа ровная, и чтобы читал книжечку. Желательно, да. И когда переворачиваешь страницы, чтобы они не шуршали. Вот да, чтобы не нарушать покой. Я думаю, может быть, мне немножко в клинике в районе поработать. Неврозы и пограничных состояний. С одной стороны, завидую то, что у них уже есть дети. А с другой стороны, у меня все еще впереди. Дорогая моя. Я помню своего тельца-то, бывшего-то. Думаю, ну надо же, я ему подарила хороший. Вот здесь у нас купила дорогой крест. Ну он же православный, и камни были хорошие. А он говорит, камни маленькие. К чему это, Рос? К тельцам. К тельцам. Они все одинаковые. Ну может быть, и женщины тоже в чем-то виноваты. Ведь не всегда получается так, что только вот мужчины. Значит, какая-то была ошибочка сделана. Вот вы посмотрели девчонки на Алексея, посплетничали там? Да, конечно. Да? И что сказали? Все плохо. Да нет. Нет, 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 нет. У нас только положительное. У вас как раз родители вам помогли квартиру в Москве купить. У вас она однокомнатная? У меня однокомнатная квартира, да. Ну если что, как? У нас пока съемная. Вообще не проблема. А сколько пацана? Восемь. И где этот будет пацан в однокомнатной квартире? Вот и я. А у нас все продумано. У нас в однокомнатной квартире с твоей, ну как бы мы отделили прямо вот как маленькую комнатку мы сделали. В зону игровую для ребеночка. Катюша, а вы сколько готовы ждать? Вы что же там в паспорте хотите? Хотелось бы. А вот сколько будете ждать? Год, наверное, да, нам достаточно? Год-полтора. Я считаю, за это время можно узнать человека и понять, хочешь ты с ним связать жизнь или нет. И поскольку остался единственный бонус свидания наедине, я прямо с радостью вас хочу в комнату отправить. Проходите в комнату, свиданькайтесь. Я немножко недопонял по поводу вот совместного сожительства или, ну в общем, сколько по времени, к примеру, нужно, чтобы понять друг друга? Вот так. Нет, я сказала про то, что нужен год-полтора для того, чтобы... Это совместное сожительство или просто общение? То есть, ну вот, сколько времени, например, должно пройти до того, как, ну вот, ну, понять друг друга... До совместного сожительства. Ну, к примеру, да. До совместного, ну, я считаю, там, так как люди уже взрослые, да, я считаю, там, три месяца, это, ну... Как-то, ну, можно понять, да, эти три месяца, как бы, хочешь ты с человеком дальше там что-то строить, хочешь ли совместно с ним жить, а если есть желание, почему не попробовать? Просто у нас у всех есть, как бы, вот эти вот опыт свой какой-то там, прошлый, да, он, конечно, получается, как бы негативный. А до денег она, как, нормально? Она любит деньги, как и все. Вот. Она умеет их зарабатывать. А мы не дадим, что, сюрприз показывает, да, оказывается. Может быть, у него еще что-то впереди. Показывайте сюрприз. Алексей, можно? Так как я очень люблю французский язык, потому что по образованию я переводчик с французского, вот, и все, что с этим связано, я хотела бы обратиться к французской поэзии, прочитать стихотворение Поля Верлена. Мы вместе прочитаем это стихотворение на французском. Он по-французски? Или он по-русски? Я верю в него, он сможет. Первые две строчки я, вторые вы. И вот так вот тогда. Он плетает. Я хочу сказать о том, что это стихотворение, о том, что когда сердце пустое, в нем нет ни любви, ни эмоций, ни переживаний, наступает такое состояние хандры. Вот, я просто надеюсь, верю, что в наших отношениях не будет такого чувства хандры, только счастье, счастье и счастье. И вот, обнимайся. Обнимашка. Спасибо. Спасибо большое. Такое чувство, как-то у нее последний шанс выйти замуж, и я так и не пойму, ей хочется выйти замуж или в штамп паспорте, или хочется просто найти мужчину. Знаете, мне иногда вот от восторга, от какой-то жалости, сожаления, хочется рыдать. Какое же количество одиноких, красивых женщин у нас в стране. Вот с внешностью Екатерины в любой стране Европы она могла бы сделать головокружительную карьеру со знанием языка. Фигура, стать, открытая, глаза блестят. Здесь ничего не получается. Вот почему такая несправедливость? А в чем несправедливость в семье? Это двое. Это мы ее версию выслушали. А мужнину там нужно это. Поэтому как раз вот идет разговор, что держаться надо за свою семью. Мне очень нравится. Берем? Забираем? Вам понравилось? Да, очень. Удивительное, да, сочетание красоты, ума, возраста, какого-то здоровья психического, да? По крайней мере, живая. Я про то, что, да, и глаза блестят, и как-то энергия идет. Не будет ли соблазна вот это на кухне поцеловаться в качестве провокации, если она вам пару раз откажет? И одна подружка-то мне сказала, говорит, я говорю, ну вам же и деньги нужны. Она говорит, да, нужны. Я говорю, ну мы же сразу много-то не можем дать. Она говорит, а что, прямо так не можем? Так что там и про денежку тоже будет. Вы тут сидите, восторженные такие. Нет ни одной женщины, которая бы не интересовала кошелек мужчины. Ну он подруга, там, видать, это раз уж тем поддерживает, значит, не все так просто. И грыжу еще нарастите себе. Если он тебя выберет, то чужое имение для него не важно. Ему главное свое ощущение. Вы сразу вспыхнули оба, правда? Ну да. Даже при вашей скрытности и сдержанности, потому что скорпионов очень сильно тянет к ракам. Они видят в вас вот эту вот компенсацию эмоциональную, которой им не всегда хватает. Она может быть и легка в общении, и в то же время у своего мужа, вот несмотря на все его недостатки телецкие, она где-то училась конформизму, понимаете? Благодаря тому, что она шла ему навстречу. Скорпиона не всегда это умеют. Больше того, они вообще этого не умеют. Но благодаря этому браку он не зря был дан. Понимаете, она научилась конформизму идти навстречу и отношения как-то согласовывают. Поэтому сейчас может получиться, понимаете? Вы пришли один, будем советоваться. Как только вышла Екатерина, я Розе шепнула, я говорю, он пойдет к ней. Еще она не проронила ни одного слова. Прям у нас небесная канцелярия, мать. Ну, Розе, ну вот так получается. Я не знаю. Вот у меня по жизни те девушки, которые прямо вот нравились, я не знаю, это с течения обстоятельств или рок какой-то. Скорпионы. Дико мне рок. Вообще-то, по большому счету, я бы посоветовала бы Екатерину первую, которая с мамой пришла. Там все-таки помощи в карьере будет, ну, прибьете пару гвоздей, ничего, как говорится. И с ребеночком она надоедать не будет. И все-таки... Розе, там все очень просто. Мужчину надо там... Астрадануть, а поревновать вот эту яркую блондинку. А как без этого? А с Екатериной первой все будет хорошо. Ну, хватит им уже это. Ну, уже не мальчик уже. Ничего с собой не может сделать. Почему? Может и может. Вот сейчас увидим, может он или не может. Да, у нас задание сегодня. Приехать с женихом. Нам жених нужен. Ну, не знаю. Тамара? Физическая совместимость есть со всеми девушками. Но со Скорпионом, конечно, будет безумно интересно, потому что это магнетизм, это притяжение, это бесконечный интерес, это развитие. И это, ну, я вижу, вы вспыхнули. Проходите туда, куда решили. Мы вас поддержим в любом случае. Даже расстаться по-человечески не можете с мордобоем, как у нас это все. Я поэтому сюда и приехал. Я не сомневаюсь, конечно, потому что страсть и жизнь, и то, что называется душа, есть только у нас. Вот, сесть по душам, поговорить. Я предлагаю всем выйти и поддержать Алексея. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара, Екатерина и Алексей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Рада за вас. Удачи. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова